Впервые в истории Кубани состоялся краевой спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кто еще принял участие в спортивных состязаниях? Какие испытания ждали юноши и девушек со всего Краснодарского края? И почему именно Славянск-на-Кубани стал местом проведения фестиваля? Узнаете в репортаже моих коллег. Легкая атлетика и настольный теннис. Вот две дисциплины, по которым прошли соревнования на этой неделе в Центре спортивной подготовки Олимпийц. Не случайно в очередной раз Славянск-на-Кубани стал спортивной ареной краевого масштаба. В нашем городе очень хорошая спортивная база, отмечают организаторы фестиваля. Славянск один из лидеров в спорте у нас на Кубани. Где еще можно проводить? У вас прекрасное спортивное сооружение, у вас прекрасные специалисты, тренеры, судьи. Что еще нужно желать? У вас Славянский район – это лидер краевого. Нужно как раз, чтобы ребята увидели хорошее спортивное зало, увидели хороших специалистов, доброжелательных специалистов. Это очень важно. Жизнь – самое большое богатство, которое есть у каждого. А здоровье – то, что помогает человеку проживать насыщенную жизнь, учиться работать, заниматься тем, чем хочется. Но даже если полноценное здоровье есть не у каждого человека, это не мешает добиваться больших спортивных побед. А положительный пример сверстников помогает детям с ограниченными возможностями здоровья поверить в собственные силы. Это несет социальная функция в первую очередь, чтобы дети наши смотрели на нормальных здоровых людей. И это была мотивация, что я тоже так могу. Я могу быть таким, я могу именно стать таким. Чтобы у них было стремление, нужно показывать всегда лучшее. Каждый, кто в этот день принял участие в соревнованиях, несомненно, мечтает одержать победу. Сергей Драгунов в свободное время занимается спортом, лёгкой атлетикой, игровыми видами спорта. Усиленные тренировки помогут ему одержать победу, уверен Сергей. Я готовился к этим соревнованиям довольно-таки долго, шёл к ним. И действительно, отбор в сборную для меня очень важен. Мы занимались силовыми нагрузками техническими, это труд невыносимый. Это очень важно для меня, поэтому я буду стараться. Пожалуй, задача привлечь внимание каждого участника фестиваля к спорту выполнена в полной мере. Зал был заполнен будущими спортсменами и, может быть, в перспективе восходящими звёздами кубанского спорта. Мероприятие подобного формата и масштаба прошло в Краснодарском крае впервые. Организаторы убеждены, что важно сформировать в обществе равное отношение к здоровым детям и детям с ограниченными возможностями. Фестиваль планируется сделать традиционным и проводить его ежегодно. А по итогам соревнований будет сформирована сборная Краснодарского края по лёгкой атлетике и настольному теннису. Надежда Калинина, Тина Капачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова